Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Сегодня Церковь чтит память апостола Варнавы. Его называют равным 12 и первым из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, а образование получил в Иерусалиме. Там, в доме своей сестры Марии, он впервые увидел Христа. Около 45-го года вместе с апостолом Павлом Варнава пришел на Кипр. Апостолы обратили в христианство самого римского проконсула Сергия Павла. Таким образом, Кипр стал первой провинцией Римской империи, где у власти стал правитель христианин. Сегодня эта страна в Средиземноморье больше известна как курорт. Немногие знают, что Кипр раньше называли островом святых. Сегодня мы приглашаем вас в телевизионное паломничество по Кипру. Когда апостолы Павел и Варнава пришли на Кипр, они встретились здесь воскрешенного Господом Лазаря. Лазарь приплыл сюда из Вифании, гонимый своими соотечественниками. Здесь, на Кипре, апостолы рукоположили его в епископа. В народных сказаниях Кипра сохранились предания о жизни Лазаря на острове. Еще не была принесена искупительная жертва, когда святой Лазарь оказался по ту сторону жизни и смерти. И он, видя мучения грешников, после этого уже никогда не мог улыбаться. Впрочем, однажды он даже расхохотался. И это было связано с тем, что он увидел женщину, которая похищала кувшин глиняный и бежала со своим обретением, желая скорее его спрятать от посторонних взглядов. Ну вот, глина, глину несет, сказал саркастический святой Лазарь и рассмеялся. Кипревоты верят в то, что сама причистая Божья Матерь приезжала навестить сюда Лазаря. После своего воскрешения Лазарь еще более 20 лет служил епископом на Кипре. После кончины он был похоронен в месте, получившем название Ларнакс. В переводе это слово означает «гроб». Нынешний город Ларнака назван в честь гроба праведного Лазаря. В X веке император Лев потребовал перенести святые мощи в Константинополь, но туда была отправлена лишь одна частица, а сами мощи были погребены здесь. На месте погребения поставили церковь. Церковь святого Лазаря была сооружена в 890 году. Это одна из самых древних церквей Кипра. Для нас большая честь, что именно у нас находится храм Друга Христа, которого Господь воскресил из мертвых на четвертый день. Поэтому он и называется Лазарь Четверодневный. Отец Макариус стал участником второго обретения мощей святого Лазаря, которое по историческим меркам произошло совсем недавно, в 1972 году. В церкви в этот год случился пожар. Огонь добрался до иконы святого Лазаря и неожиданно остановился. Озадаченные таким поворотом дел, киприоты решили провести раскопки в храмовой гробнице. Тогда-то под более поздними захоронениями они и обнаружили гробницу Лазаря. Сохранившаяся часть надписи на гробе означает на древнегреческом слово «друга». Для киприотов Лазарева суббота не только церковный, но и народный праздник. Ежегодно после торжественного богослужения в Ларнаке устраивается крестный ход с иконой святого Лазаря и парад, в котором принимают участие оркестры, военные, школьники. Медленное это торжественное шествие при свечах, потому что в руках у людей зажженные свечи, цветы. Очень красиво выглядит в этот день такой духовной красотой молодежной организации Ларнаки. Звучат песнопения, гимны поются, поются различные народные песни, посвященные святому Лазарю. Замечательная традиция, зачастую крестный ход останавливается перед домом, где, допустим, лежит тяжело больной человек. И митрополит читает короткую молитву, выходят родственники. Еще при своей жизни апостол Варнава добился того, что Евангелие стало известно на Кипре повсеместно. Это привело его к мученичеству. В 57 году по Рождестве Христовом апостол Варнава был убит иудейскими фанатиками, противниками христианства. Он был погребен его племянником Иоанном. Кстати, впоследствии Иоанн стал известен под именем Евангелиста Марка. На грудь Варнавы Марк положил Евангелие от Матфея. Из-за гонения на церковь место упокоения апостола оставалось неизвестным. До времени. В первой половине V века остро стал вопрос о самостоятельности Кипрской Православной Церкви. Тогда-то и сыграло роль небесное покровительство апостола. В сновидении он открыл архиепископу Анфимию, где находится его могила и святые мощи с Евангелием от Матфея. С этим Евангелием в руках архиепископ Анфимий поспешил в Константинополь и припозднёс императору Зенону эту священную реликвию. В ответ император поддержал определение Третьего Вселенского Собора о признании Кипрской Православной Церкви самостоятельной, автокефальной. Сегодня гробница, где были обретены мощи апостола Варнавы, находится на оккупированной турецкими войсками части острова. Но наша съёмочная группа сумела туда попасть. Окупация северной части Кипра произошла в 1974 году. Вскоре монастырь святого Варнавы, построенный ещё в V веке, был закрыт, а монахи выгнаны. В келейных корпусах выставлены археологические древности, а в главном храме открыт так называемый музей-икон. Иконы собраны из опустевших православных храмов на оккупированной территории. Иконы собраны из опустевших православных храмов на оккупированной территории. Где были обретены мощи апостола Варнавы. Ныне она пуста. Место нахождения мощей святого вновь сокрыто для нас. К сожалению, после ботиня Косатанюболя исчезли мощи апостола Варнавы. И мы сейчас не знаем, где они. Есть информация, что они находятся где-то в Италии, в одном католическом монастыре. Но до сих пор у нас нет конкретной информации. Мы будем искать источников, чтобы найти. И духовный отец архимандрита Исаии, Гавриил, раньше был иноком монастыря святого Варнавы. Три года назад, когда граница между греческой и турецкой частями Кипра стала более открытой, монахи потянулись к своим святыням. Мы вместе с ним очень рано утром, когда никто не смотрит, служим в гроб апостола Варнавы. У нас вместе антиминц, служим в службу вместе с бабушкой. Когда заканчиваем, и турки приезжают, они не могут понимать, что там случилось. Там благухание от ладан, не от гроба апостола Варнавы каждый раз исходит. И говорят, что случилось сегодня, почему так хорошо пахнет. Мы говорим, не знаем, это природа. В северо-восточной части Кипра, также на оккупированной территории, находится монастырь апостола Андрея Первозванного. Когда-то здесь по молитве святого забил источник. Вода из него не только утолила жажду спутников апостола Андрея, но и исцелила от слепоты мальчика, сына капитана корабля. По преданию, старый капитан не забыл об этом чуде и, вернувшись, построил над источником первую церковь. А в XVIII веке здесь был возведен монастырь. Высокая колокольня служила одновременно и маяком. Похожий на белоснежный городок монастырь был одним из самых известных на Кипре. Паломники приплывали сюда на парусных лодках, двигались в повозках по суше. А былом величий напоминают подношение людей к иконе апостола Андрея в алтаре. Сегодня здесь непривычно тихо. Службы бывают редко. Полуразрушенными стоят здания для паломников. Место это выглядит пустынным. Наверное, так же было в те времена, когда апостол Андрей с молитвой бродил по этим берегам, собираясь в еще более далекий путь к берегам Днепра и в Новгород. На Кипре находится еще одна великая святыня, связанная со временами апостолов. В юго-западной греческой части острова, в живописном селе Омадос, возвышается древний собор. Там покоится глава апостола Филиппа. Еще юношей Филипп последовал за Христом. После сошедствия святаго духа на апостолов, он проповедовал Евангелие в Галилее, Греции, Аравии, Эфиопии, Сирии и Малой Азии. Многие чудеса совершил святой Филипп, исцеляя людей. Однажды он воскресил умершего младенца. Погиб апостол мученической смертью в возрасте 87 лет. Глава апостола Филиппа хранится в особом ларце. Печати четырех византийских императоров удостоверяют подлинность мощей. Храм в селе Омодос посвящен Святому Кресту. В нем хранятся и другие бесценные реликвии. Частицы животворящего креста и узы, которыми связывали руки Спасителя. На них отчетливо видны следы засохшей крови. Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня – один из самых больших праздников на Кипре. Кипрская церковь живет по новому стилю, и праздник этот приходится на 14 сентября. Только в этот день в году верующие могут приложиться к частичке Животворящего Креста и к узам, политым кровью Христа. В праздник воздвижения Креста Господня установлен в воспоминании обретения царицы Елены и Креста Господня. В 326 году мать императора Константина Елена возвращалась из Палестины в Константинополь. Она везла с собой два креста – крест благоразумного разбойника и часть креста, на котором был распят Христос. Ночью, неподалеку от берегов Кипра, начался сильный шторм. Корабль в любой момент могло выбросить на скалы. В тот момент Елена и дала обед в случае спасения построить на острове монастырь и церкви в честь Креста. Вскоре буря утихла, а наутро выяснилось, что крест разбойника исчез с корабля самым таинственным образом. К вечеру путешественники увидели чудесное сияние на вершине горы. Они поднялись туда и над руинами языческого храма отыскали непонятно каким образом оказавшийся там крест благоразумного разбойника. Крест парил в воздухе. Гора с того времени называется Ставрос, по-гречески крест, а основанный там монастырь Ставровуни. 900 лет назад в этот монастырь пришел русский паломник игумен Даниил. До наших дней сохранилась книга «Житие и хождение Даниила русской земли игумена», где он описывает свое паломничество. В нем он рассказывает и о парящем кресте. Ну так как он был очень такой человек, ну, такой дотошный, как настоящий мужичок наш, вот он даже сам лично проверил, парит крест или не парит. Он попробовал рукой и крест парил. И это чудо очень долго продолжало, до 17 века. Сейчас это очень трудно верится, но человек, который это описал, сам лично это видел. К моменту прихода на Кипр первого русского паломника игумена Даниила, в жизни кипрского народа наступали тревожные времена. Византийская империя слабела. Через 85 лет Кипр завоюют крестоносцы. А пока на остров накатывали волны арабов, сметавших все на своем пути. Впрочем, нет, не все. Архимандрит Кикского монастыря Агафоник показал черную железную руку, хранящуюся в обители слева от чудотворной кикской иконы Божьей Матери. Эта рука — напоминание о том, как один из захватчиков хотел святотатствовать. Он попытался снять покров с иконы и прикурить от лампады перед ней. После этого рука его была парализована. Этот человек понял, что совершил великий грех. Он начал вызывать Богородицы, проливал слезы перед ее иконой, и через много дней здоровье к нему вернулось. После этого случая этот иноверец стал православным христианином. В назидание будущим поколениям он изготовил такое изображение руки. Это лишь одно из многих чудес, связанных с кикской иконой Божьей Матери. Икона эта необычна, лик ее закрыт. Но то, как она выглядит, можно увидеть на многих списках с нее. Сама история появления на Кипре этой иконы также необычна. Однажды византийский наместник Кипра поехал на охоту и заблудился. Проблуждав лесу, он встретил старца-отшельника Исаию. Наместник спросил у него дорогу, но старец в ту минуту молился и не ответил. Тогда кипровский властитель, привыкший, что его приказы выполняются незамедлительно, ударил старца. После он нашел дорогу сам, но, вернувшись домой, тяжело заболел. Поняв, что причина болезни – кара небесная, он послал за старца и попросил у него прощения. Вскоре больной исцелился и уехал в Константинополь. При дворе он нашел всех печали и скорби. Дочь императора Алексея Камнина была больна неведомой болезнью. Император узнал от кипрского наместника об отшельнике и послал за ним. Исаия исцелил соревну и попросил императора отдать на Кипр икону Божьей Матери, написанную евангелистом Лукой еще при жизни Богоматери. Нелегко было Алексею Камнину расстаться с бесценной реликвией. Только когда его самого поразила та же болезнь, которой болели его дочь и наместник, он осознал, что Божья воля предписывает ему отдать икону. Но император поставил условие никогда не открывать ее лика. Везя ее на Кипр, пошел крестный ход. Несколько дней они шли к тому месту, где монах до этого спасался. И вот существует такая легенда, что во время крестного хода многие деревья преклонялись перед Божьей Матерью, перед той святыней, которую написал сам апостол Лука при жизни Божьей Матери. И вот одно из таких деревьев мы видим здесь, то есть которое растет из земли и уходит в землю. И неизвестно, растет оно или справа, или слева. И ветви его в разные стороны. Вот такое чудесное явление здесь я впервые увидел на Кипре. Русского паломника Артема мы встретили в Кикском монастыре. В прошлом он принимал наркотики. Но пять лет назад пришел в церковь, в центр для наркозависимых при Куртицком подворье в Москве. Там он впервые исповедовался и причастился. Когда я шел по снегу, вот с Куртицкого подвора выйдя, это был январь месяц 2001 года, снег подо мной проваливался, потому что чуть-чуть подтаяло, и солнышко светило ярко. И я вот посмотрел на себя, думаю, на одежду свою, думаю, это вообще не мое все. Что же со мной было-то? Как будто я другой стал. Как будто вот помолодел, что ли, или как бы стал, ну, как бы ребенком, да, или вот как будто хорошо, но нет проблем каких-то таких. Все вот радостно, солнышко, все так просто. Думаю, не, это все не мое все, вот эта одежда моя наркоманская. Думаю, не, я жизнь, так вот, я как бы в слух даже можно сказать, я жизнь хочу посвятить тому, чтобы помогать людям так, как помогли мне. Здесь, в Кикском монастыре, Артем оказался по благословению своего духовного отца, священника Анатолия Берестова. Артем несет свое послушание у самой Кикской иконы. Знакомит приезжающих, среди которых немало россиян, с правилами поведения в храме, рассказывает о главной святыне монастыря. Народ на Кипре питает глубокую любовь к святой иконе. По молитве перед чудотворной иконой прекращали жестокие засухи и шел дождь, больные исцелялись, а бездетные женщины рожали. Священник Харлампус Астафио служит в монастыре уже много лет. Он рассказал о том, как однажды к нему обратилась женщина, приехавшая из Африки. Этой женщине очень хотелось иметь детей. Однажды ей во сне явилась Богородица и направила ее в Кикский монастырь, сказав, что подарит ей ребенка. Женщина восприняла этот сон как вещи и приехала сюда. Здесь совершается особый ритуал. Используется пояс Богородицы, который хранится рядом с ее иконой. Возносятся специальные молитвы к Божьей Матери. В тот раз отец Харлампус как раз совершал этот ритуал. Через месяц женщина забеременела и родила мальчика и девочку. Батюшка узнал об этом позже, когда эта женщина вновь приехала в монастырь уже со своими детьми. Здесь они были крещены. Сына назвали Мариус, а девочку Ирине. В 20 веке в жизни кипрского народа встал важный вопрос. Обретет ли он свободу или так и останется колонией? В ту пору на Кипре хозяйничали англичане. В 1953 году министр иностранных дел Англии Энтони Иддон заявил, для британского правительства кипрского вопроса не существует в настоящем и не будет существовать в будущем. Два года спустя на Кипре началось восстание против англичан. И во главе его стала церковь. Столетия Кипр находился под иноземным владычеством. Еще в 1231 году 13 монахов Кантарского монастыря за неподчинение Папе Римскому были подвергнуты пыткам, а потом сожжены. В 16 веке Кипр захватили турки, владычество которых на острове продолжалось более 300 лет. Это завоевание принесло немало страданий киприотам. Особенно жестокими были гонения в 1821 году, когда в Греции на Кипре произошло антитурецкое восстание. 470 лучших сынов Кипра были казнены. Все три митрополита кипрской церкви были обезглавлены, а архиепископ Киприан, отказавшись от возможности скрыться, был повешен на центральной площади Никосии. Русско-турецкая война 1878 года изменила расклад сил Сидеземномории. На Кипр пришли англичане. Здесь они вели свою обычную колонизаторскую политику, даже вмешивались в дела церкви в течение 14 лет, не разрешая избрания нового предстоятеля церкви. Киприоты продолжили свою борьбу. В 20 веке древние монастыри Кипра, как и в годы турецкого ига, стали оплотами борьбы за независимость. В них укрывали восставших, поддерживали их духовно, снабжали продовольствием. Вдохновителем национальной борьбы стал митрополит китийский Макариус. В 1950 году он был выбран главой церкви. Эта личность очень почитаема здесь, на острове. фотографию, либо изображение Макариуса в виде картины. Вы можете увидеть в любом офисе государственных чиновников, в квартирах рядовых киприотов. Одним словом, это человек-легенда. Для острова это человек-легенда. В конце 1959 года архиепископ Макариус был избран президентом новосозданного кипрского государства, а в августе 1960-го была провозглашена республика Кипр. Могила первого президента республики Кипр, архиепископа Макариуса, находится на горной вершине севернее Кикского монастыря. Место это он выбрал сам, ведь свой монашеский путь он начинал именно в Кикском монастыре. На могильной плите высечены слова, сказанные архиепископом Макариусом за 13 дней до смерти. «Греческий кипрский народ, где бы я ни был, моя душа, мое сердце, мои мысли всегда обращены к тебе». А этот памятник, посвященный независимости Кипра, был поставлен в его столице Никосии в 1973 году. Киприоты выходят на свободу из мрачного подземелья. Вековые испытания не сломили дух народа, его веру. Но пройдет всего год, и более трети государства вновь будет оккупировано Турцией. И даже сама Никосия будет разделена на две части – греческую и турецкую. Несмотря на все земные бури, за всю историю взаимоотношений русской и кипрской православных церквей их ни разу не омрачила тень недоверия. Русские паломники во все времена стремились на Кипр. И не только из-за святынь. Миролюбие, доброжелательность, упорство и консерватизм – эти качества киприотов – всегда были близки русскому сердцу. Надпись на главном колоколе, привезенном в Киевский монастырь в 1882 году, гласит на остров Кипр, в монастырь Адигитрия Божией Матери, именуемый Кикас, усердием православных россиян, старанием московской мещанки Екатерины Абрамовой на заводе Богданова весу 80 пудов. Иконостас храма Креста в Омодосе украшен иконами XIX века, привезенными из России. В руках у Спасителя – Евангелие на церковно-славянском языке. Иноки монастыря Ставровуни также никогда не забудут помощь россиян в трудную для них годину. Турки здесь принесли очень много бедствий, и монастыри многие были разрушены. И как бы откликнулись наши паломники, и была такая паломница Варвара Катаева, которая, видя этот монастырь и видя его бедствия после турецкого ига, собрала 50 тысяч динар для того, чтобы восстановить вот эту святыню Кипра. И привезла сюда, и передала монахам этого монастыря. Вот уже 10 лет на Кипре действует русский православный образовательный центр. Наши соотечественники организуют паломнические поездки, ведут радиопрограмму на русском языке, открывают воскресные школы для русскоговорящих детей. С каждым годом растет число паломников из России по святым местам Кипра. Вот и подошло к концу наше путешествие по православному Кипру. Мы с вами встретимся через неделю. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok